Приветствую всех любителей шахмат. Сегодня мы рассмотрим блестящую партию первого чемпиона мира Вильгельма Стенница, сыгранной в Вене в 1860 году против Рейнера. В этой партии Стенниц играл черными, его противник пошел Е4, он ответил симметрично, белый развивает фигуру в центр, нападает на пешку, черные защищают эту пешку конем, попутно также развиваясь. И Д4, это шотландская партия, белый сразу захватывает пешками центр, нападает на пехотинца на поле Е5, поэтому черный меняется на поле Д4, ну и вот классическая шотландка это как раз взятие на поле Д4 конем. Но Рейнер против Стенница применяет шотландский гамбит, он жертвует пешку, но при этом пытается получить большой перевес в развитии, выводит своего слона на поле C4, присматриваясь к пункту F7 в позиции соперника. Стенниц защищает личную пешку на поле C5, также развивая фигуру. Белые прячут короля в безопасное место, черные открывают дорогу для развития своего белопольника и берут под контроль центральное поле Е5. Ходом C3 белый позволяет черным разменяться на поле C3 и окончательно получить лишнего пехотинца. Но если черные примут эту жертву, тогда после хода конца C3 у белых колоссальный перевес в развитии, черный король еще не рокировал и у белых есть все шансы развить грозную атаку на неприятельского короля. Поэтому Стенниц не занимается пешкоедством в дебюте, а развивается, он связывает вражеского коня и таким образом оказывает косвенное давление на поле D4, защищая также пешку расположенную на поле D4. Белые пошли в ферзь B3, они атакуют слабый пункт F7, а также пешку расположенную на поле B7. И очень мощный ход находит первый чемпион мира, продолжение слона F3. Он позволяет белым забрать на поле F7 шахом, избавить черных от возможности рокировки в любую из сторон. И после взятия на поле F7 черный король отступает на F8. Теперь нужно было за белых сыграть GF, забрать фигуру на поле F3. Ну и после хода кони F6 возникает острейшая ситуация на доске. Несмотря на то, что черный король потерял право на рокировку, у черных есть неплохая компенсация за это в виде испорченной пешечной структуры белых на королевском фланге. И также возможности игры против белого короля. Здесь как бы непонятно, чей король окажется слабее в итоге. Но видимо белые сочли, что могут обнажить положение черного короля взятием на G8. Угрожает мат на F7, приходится брать ладьей на поле G8. И после того, как белые отыграли фигуру на поле F3, Вильгемстенец поднимает очень классный ход G5. Он освобождает королю дорожку на поле H8. Фиксирует слабости белых на королевском фланге. После того, как король уйдет на H8, у черных будет игра против сдвоенных и отсталых пешек, которые расположены на линии F, а также в непосредственной близости от белого короля. У черных будет сильнейшая атака. В том случае, если белый попытается взять пешку на поле B7, нападая на коня, то конь отступает на E5, контратакуя пешку F3. Если белый защищает эту пешку, следует размен на поле C3 и продолжение ладья B8, нападение на ферзя. После отступления ферзя, черный начинает нажим по слабостям, играет против слабой пешки F3. Также у них в резерве остается маневр короля на поле H8 и подключение ладьи по линии F к атаке на королевском фланге. Конечно, здесь у черных преимущество. Поэтому на ход G5 со стороны Стенниса в партии Рейнер пошел ферзь E6, приближает своего ферзя к королевскому флангу. Но оказывается, что здесь практически все поля защищены, ну кроме поля F5. Черные здесь пошли конь E5, нападая на пешку F3. Белый дали шаг и красивый ход король G7. Тактическое обоснование хода в том, что если белый попытается выиграть пешку на поле G5, кажется, что нападают они на ферзя. Но дело в том, что на ход слон G5 король отступает на H8 и выясняется, что вражеский слон связан. Попытка защитить этого слона ходом F4 наталкивается на шаг. Ну и после отступления короля черный с темпом выигрывает пешку на поле G5 и развивает мощную атаку по открытым линиям F и G. Ввиду этого на ход король G7, Рейнер сыграл король H1. Он также убирает короля с линии G. Теперь Стенец отводит своего короля на поле H8. Белые ответили ладья G1, нажимая на пешку G5. Но теперь G4. Мощнейший прорыв. Оказывается, что на взятие пешкой на поле G4 будет ход F4. И черный развивает страшную атаку. Давят на пункт F2. Давят на пешку H2. Угрожает ход ладья F8 с внедрением ладьи в обжорный ряд и с атакой на вражеского монарха. Поэтому на ход G4 белые проходят мимо. Играет F4. Теперь конь внедряется на поле F3. Белые могут выиграть пешку на поле G4. Что они делают? Но это приводит к катастрофе. Сохраняло еще какую-то борьбу продолжение ладья G2. Но и здесь после хода F4 у черных огромная инициатива. Ладья F8. Дальше будет продолжение и атака на белого короля. Ну а ход в партии ладья G4 конечно же является славым. Сейчас я предлагаю поставить видео на паузу. И самостоятельно найти решающий ход со стороны Вильгельма Стейница. Который сразу приводит к победе. Итак я надеюсь вы нашли это продолжение. Это ход F4. Великолепный удар. Черный создает угрозу мата на поле H2. Жертвует F4 на поле H4. Но оказывается если белый забирает F4. Тогда получает мат на поле G1. Поэтому Рейнер отвечает ладья G2. Но и здесь завершающий кабани удар F2. Приходится белым забирать на поле H2 ферзя. Но на это ладья G1. И это мат белому королю. Такая вот красивая партия от первого чемпиона мира. Вильгельма Стейница. Разгром 18 ходов. Но если вам эта партия понравилась. Подписывайтесь на обновление канала. Кликнув по изображению коня. Нажимайте на колокольчик. Чтобы не пропускать следующие видео. Ставьте лайки. Пишите ваши вопросы. Пожелания партии. Которые вы бы хотели увидеть следующими. Ну и до скорых встреч.